В Беларуси стартует массовая вакцинация от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Сегодня в страну доставили первую партию российского препарата «Спутник Ви». На начальном этапе прививку смогут сделать врачи, учителя и соцработники. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке. Минфин оценивает эффект от временного повышения подоходного налога для IT в 170 миллионов рублей. Средства планируется направить на борьбу с коронавирусом. Министр финансов обратил внимание на то, что большинство IT-компаний находятся в Минске и платят налоги в столичный бюджет. Также основная нагрузка в плане борьбы с COVID-19 тоже ложится на Минск. Пожилым людям следует воздержаться от приема гостей на праздники. Такая информация размещена на сайте Минздрава. Пенсионерам рекомендуется встретить праздник с теми, с кем они сейчас контактируют. По возможности следует отказаться от поездок, а при передвижении на большее расстояние использовать личный транспорт. Минлесхоз предлагает присоединиться к акции «Сохрани символ праздника». Сейчас у лесхозов можно купить новогодние деревья в катках, а затем высадить их в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса». Она традиционно проходит весной. При этом каждому покупателю будет вручена памятка по уходу за новогодним деревом. В связи с праздничными днями прямая телефонная линия в горисполкоме и администрациях районов Бавруйска 2 января отменяется. Следующую прямую линию проведут 9 января 2021 с 9 утра до 12. Подробности на сайте горисполкома.